вы на канале лаборатория автомобильной диагностики добрый день мои дорогие подписчики все те кто смотрит мой канал вот сегодня вот кучу просьб было да не так давно показать диагностику и осмотр каких-нибудь пятитонок вот сегодня очень необычный выезд именно пятитонка mercedes vario 2007 года один собственник который привез его из-за границы в одиннадцатом году утверждает что пробег оригинальный по моему порядка 350 тысяч километров несмотря на это мне рассказали следующую историю что машина стоит со спущенными колесами чуть уже не вросла в землю клиент утверждает что продавец утверждает что в общем то но работы нет да поэтому машину продаю машина по моему даже 15 полетника с мне память не изменяет вот соответственно приеду уже приехал с клиентом вот жду клиента клиент подъедет пойду смотреть автомобиль сто лет не попадались mercedes vario хотя в принципе машина очень такая надежная потенциально в общем то хорошо ходит и в принципе обслуживание такое достаточно недорогое на этот автомобиль но и потом посмотрим да и вам постараюсь все показать посмотрите сами как это выглядит врет ли продавец или нет мне кажется что врет ну а там видно будет что в общем то по факту получится до машина-то крашеная и видно это очень хорошо стекла седьмого года кабина красилась шпаклевка кунга нижней части здесь шпаклевка уже наложена и в землю она вросла капитально говорят год стоит обалдеть соленблоки на рессорах умершие видно невооруженным глазом ой господи да и с правой стороны тоже соленблоки рессорные умершие просевшие уже яму под ней вырыли бедняга заржавела бак топливный у нее модный какой обалдеть евро 4 машина сама сойти и пока крашена она с подтеком даже петли замка отсюда просвечивается крашеная да ну кунг конечно надо делать вот это все отстало это все водой зальет и он набухнет 15-ти палетный вроде бы как с лопатой лопата двухцилиндровая простенькая с левой стороны уже бабахали куда-то правая сторона угол кунга замят герметиком заделан да фара халовские стоит с правой стороны с левой тоже халовская оригинальная оптика боковая тоже оригинальная забавно сюда видно петли крашеные красили прямо неумело там даже подтек есть с той стороны с этой вот подтек вот но такое ощущение что ее после того как она закончила работать просто поставили покрасили здесь же и она два года здесь стоит резина в этом случае придется менять по кругу потому что она стоит уже много она просто соприла диски тормозные конченые передние в хлам вообще просто в хлам как фольга саленблоки рессор но это мелочи это копейки заднюю резину соответственно тоже придется менять хотя на в принципе протектор еще будь здоров задние саленблоки рессор тоже в холм тоже под замену вот здесь просто колесико сдулась но саленблоки рессорные тоже туда же редуктор не течет глушитель тут модно и вообще обалденно с ума сойти вот это да охренеть с лямбдозандом как положено с форсункой он же от блю у него офигеть но здесь тоже тормозной диск уже все тормозные диски понятно седьмого года сиденья рвана и диски вот они лежат тормозные тахограф стоит в принципе для машины которая стоит два года ничего так табличка прилеплена не стандартными клепками не заводскими интеркуллер в масле весь и еще вдобавок дырка есть вот она дырявый бедняга турбина тут давно загнулась видимо там из под нее потеки да это видно тут даже кто-то герметик пытался положить какой-то странный вот поэтому она и стоит эта машина не просто так это все блок абс у нее тут гидравлический обалденно так что там плавает принципе на самом деле если машина два года стоит масло нужно тут же менять по характеристикам за год масло теряет свои свойства капот тоже крашеный в общем она закончила работать ее покрасили и два года она тут стоит ждет своего часа но вот эта табличка она переклепанная она не на заводских клепках винарами ну в принципе читается за нормально так поддон когда-то вскрывался прокладка стоит неродная ахаха хорошо хорошо интересно здесь смотрим я взял на ключи кабель канала уже кэш перекладывались не один раз хорошо хорошо так так в принципе так для такого года автомобиля я бы сказал сухо внизу да седьмого года все стекла по кругу да а вот и капотик собственно говоря чтоб зад к задней части двигателя добраться турбина тоже видно хорошо в общем-то да удобно сделано ну не так удобно конечно как в АТЭГе ну да вот он стоит его ВИН родной 30904 сравнить ВДБ да давайте сейчас значит он прислал опять этот самый и тоже в общем-то не на заводской клепке блин как интересно немецкие наклеечки еще остались мало кто в этом понимает что туда надо лить ну сажи много под клапанной крышкой уже российская сборка на саморезах решетку так-то прилепили да но энтерколер с дыркой и блин в масле это плохо и очень здорово в масле и видно это хорошо кошмар просто вот они эти разводы пошли и внизу вон из него масло течет из патрубка обалдеть посмотрим ну еще и воздух держит с ума сойти 6 бар завелся в спортике просто полк управления двигателем неисправность есть самки неисправность 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 касается и м кофе неисправность отрежет рекорда удастся а Organization Продолжение следует... 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 но, скажем так, ресурс уже серьезно исчерпан. Так, на расход влияет? Панель приборов. Ага, через другое подключение просит. Ладно, потом. То есть двигатель у него через 16-пиновое диагностируется, а все остальное, наверное, через старый диагностический коннектор. Так, отблю. Вот он вот вернулся как раз. С блоком отблю связи нет. Тормозная система АБС. 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 Да, машина два года стоит, судя по всему. Тоже не скажу. 18-й, но 18-й еще есть, а потом все. Недостаточное напряжение, но этот аккумулятор был посажен. Информация о системе данной блока управления. Мы ее не год назад. Блок управления 6-го года стоит. В октябре. Ее покрасили. Не в октябре, да. В сентябре. Давление тормозной жидкости, только что было 0,5, сейчас 0,2. Надо попробовать прокачать. Вот видите, 0,5, 0,2. Попробовать прокачать, это нехорошо. То, что она тут делает. Но вибрация такая, сидеть невозможно в ней. О, заморгала. Глуши. К-71. У нее давление масла заморгало. На машине моргает давление масла и температура масла. Дальше можно не смотреть. История такая с этим автомобилем. Первый владелец утверждал, что пробег подлинный на нем. Ну, как я вам показывал, там 350 с копейками, да. Что машина за ненадобностью остановлена. Нет на нее работы. И машина стоит около года. Перед диагностикой попросил покупателя зайти в автокод. Посмотрели, когда последняя страховка выписывалась. Обнаружили, что машина стоит 2 года, а не год. Соответственно, вызвало кучу вопросов. А дальше, из этого исходя, то, что я вам показал, следует следующее. На машине падает масляное давление. Турбина на ней не успевает за двигателем. Там все в масле, интеркуллер в масле, дырка в интеркуллере. Но самая главная неисправность, это падение масляного давления при нагреве двигателя. Они это знали, поэтому машину поставили, помыли ее, покрасили. И попытались продать. Вот 2 года она стоит, бедная не продается. И, наверное, дальше не продастся. Такие машины можно покупать по стоимости документов. То есть от 400 до 500 тысяч рублей максимум. Но восстанавливать на этом автомобиле придется много. Ходовая там под ремонт. Ну, коробку мы не проверили, да, потому что видели, масляное давление загорелось. И температура масла загорелась, лампочка. Вот. Соответственно, замена сцепления, капиталка двигателя, замена интеркулера. И ремонт Кунга, потому что там наляпана так, в общем-то, тяп-ляп. В общем, денег это все стоит серьезных, и смысла по большей мере это не имеет. К слову, скажу, что этот автомобиль пытаются продать за 850 тысяч рублей. Вот. Ну, вот так вот. Ну, и все кричат, торговые площадки, торговые площадки. Да, вот вы посмотрите. Вот на примере этого случая. Продает сам перевозчик. У него два автомобиля. И перевозчик напропалую врет, что пробег здесь не скручен, что машина находится в рабочем состоянии. Что поставили ее, потому что нет работы. Я о чем? Ребята, пока вы не отучитесь обманывать друг друга с нашим обществом, можно будет делать что захочешь и нагибать вас как угодно. Общество, ребята, должно быть обществом, а не стадом, которые пытаются обмануть друг друга и на этом нагреться. Вот. Помните, да, фразу «человек, человеку друг, товарищ и брат»? Эту фразу можно уже сдать в музей. Потому что, в общем-то, сейчас нас приучают к тому, что каждый должен быть индивидуальный, каждый должен извлекать какую-то выгоду из жизни. Трам-трам-там, там-там-там, там-трам-там-там. Вот, ребята, это все неправильно, это туфта, это извращение капитализма, и это ни к чему не приводит, как к прозни, к негодованию, к зависти, ну и так далее, да? То есть мы живем с вами все вместе, рядом, и общество должно быть обществом, а не отдельно взятыми людьми, которые пытаются нагреть другого и за счет другого вылезти в этой жизни. Вот такая вот диагностика автомобилей, связанная почти с политикой и поведением в обществе. И всего вам доброго!